17 апреля в релиз выходит игра под названием Реонио, и вот как раз таки после того, как я два раза уже прошел эту игру на платину, вот как говорится, пруф, то я для себя подвел некоторые, скажем так, интересные замечания для этой игры, однако у игры есть и также свои хорошие стороны, и благодаря студии Act Normal Games мы наконец-таки можем поиграть в эту игру. И кстати, это финская компания, между прочим, да-да. Ну а с вас, как говорится, подписочка на канал, и мы начинаем. Поехали! Мы играем за девушку Айну, и как раз таки ее основная задача это найти своего напарника и найти специализированный ядерный локомотив, как говорится, ядерного судного дня, по заданию своей общины. И вот тут как раз таки мне кажется, что игра очень сильно вдохновлялась игрой и как раз таки фильмом под названием Mad Max, Безумный Макс, и оттуда она взяла довольно большое количество различных деталей. Для начала скажу, что здесь у нас не работает кнопка Escape, здесь нету меню как такового. Для того, чтобы вызвать это самое меню, вы должны нажать правую кнопку мыши, и у вас появится с правой стороны как раз таки мешочек. И в этом мешочке есть три отделения. Одно из которых это у нас рюкзак, в котором лежат различные вещи, которые вы можете использовать и которые вы находите в момент, когда вы проходите по уровню. Второе это у нас наша карта, на которой отображаются в том числе и точки, отображаются различные люди, которых мы находим. И также здесь у нас отображаются различные подсказки, которые появляются после того, как мы поговорим с тем или иным персонажем. Только спустя два с половиной часа игрового времени я понял, что по этой карте можно оказывается делать fast travel. И это бы очень сильно мне упростило бы игру, когда я играл в нее изначально. А вот как раз таки третье, это само меню, в котором вы можете выбрать язык. Здесь, кстати, есть русская локализация, за что плюсик. И здесь вы можете сохраниться. Сохраниться вы можете в любой момент игры, у вас есть шесть сохранений. И я вам категорически советую, если вы хотите пройти игру на платину, обязательно периодически сохраняйтесь. Примерно в середине, в начале и в конце игры. Это вам очень сильно поможет, опять же, если вы захотите брать платину. Но тут уже это ваш выбор. Игра не линейная, и здесь у вас есть несколько выборов, с помощью чего вы будете проходить тот или иной уровень. Что я под этим подразумеваю? Вы, допустим, можете убить одного из людей. Вы можете убить хоть всех людей, ну практически всех. Для этого у вас есть три патрона. И эти патроны вы будете как раз таки использовать так, как вам хочется. По причине того, что здесь вы можете, опять же, либо всех убить и отыгрывать этим, скажем так, темную сторону игры. Либо вы можете всех пощадить и отыгрывать этим добрую сторону. Буквально в тот самый момент, когда я писал этот текст, я увидел в странице Steam как раз таки гифку. В которой показывается, что, оказывается, револьвером еще можно было отстреливать замки. Но я об этом не знал и проходил без этого. Так что тоже знайте об этом, что есть такая функция, оказывается. Сразу говорю, что эта игра поэт энд клик. И тут как раз таки кроется основная моя претензия к этой игре. По причине того, что здесь у нас есть определенное количество вещей, которые мы должны найти на уровнях. Однако они подсвечиваются настолько тонкой полоской, что в некоторые моменты вы даже не будете понимать, что это такое. И можете ли вы это подобрать. В тот самый момент, когда вы будете выполнять ачивку на поиске патрона, вы прекрасно поймете, про что я говорю. Потому что здесь очень прям маленькие, очень маленькие вещи, которые вы должны подбирать. Примерно 2 часа я потратил только на то, чтобы... Ладно, не буду брать 2 часа. 1,5 часа точно я потратил на то, чтобы найти вторую банку из-под собачьего корма по квесту. И примерно 2,5 часа я потратил на то, чтобы найти второй ключ от бункера. Причем самое что тупое, так и то, что в доме на втором этаже показан рисунок. От ребенка. И там показано, где как бы этот ключ лежит. Я карту пробежал вдоль и поперек несколько раз. Я перезагружался, начинал игру заново. Я все никак не мог найти этот ключ. И я, опять же, врать вам не буду. Я написал разработчику Финляндию. И как ни удивительно, он мне ответил. Причем ответил он мне примерно минут через 15. После того, как я ему написал это собственное письмо. И он мне ответил, что этот ключ лежит вот как раз таки в этой области. И я такой, так, подожди. А где? Я начал смотреть. И он мне такой, ну там, короче, где картошка лежит. Я такой, а где эта картошка? Я там видел один как бы ящик, забитый каким-то хламом. Я такой думаю, ну, наверное, где-то тут, 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 тут. А потом я еще раз посмотрел на картинку. И я понял, что вот как нарисовано, так оно, собственно, и есть. И здесь примерно вот многие именно секретки и другие вещи, которые вы должны найти, которые показаны в самой игре, вот как оно выглядит, не надо додумывать лишнего. Вот я очень много додумывал лишнего, и по итогу это со мной сыграло злую шутку. Ключ я нашел, и у меня все получилось. В игре есть довольно большое количество различных логических задачек, и я не буду, опять же, мудрствовать лукаво, как говорится, и говорить вам о том, что я все эти загадки решил прямо с первого раза, что они все категорически прям сложные, или они все категорически легкие. Легкие, хороший уровень самих этих задач подразумевает под собой то, что вы должны просто включить голову, подумать и представить себе эту задачу, скажем так, с нескольких сторон. Потому что, опять же, я очень долго пытался понять, как решить задачку с этими ключами в бункере. Я думал, 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 и еще я не додумал. А потом, как и с задачкой на подключение электричества около радиовышки, ко мне пришел Димон и решил, собственно, эту задачку. И когда я понял, как надо было действовать с этими ключами, я понял, что на самом деле я просто себе слишком много в голове надумал, и эта задачка решалась очень просто. А вот с как раз-таки задачкой с электричеством, тут я, опять же, не буду врать, я так и не понял, как она решается. Димон пришел, минут 10 потыкал сюда-туда-сюда вот эти вот всякие ползунки, эти переключатели, эти тумблеры. И, опять же, у него получилось. Причем у него это не получилось рандомным каким-то способом, по причине того, что если вы захотите проходить игру на платину, то вам при любом раскладе придется проходить игру второй раз. А если вы будете проходить второй раз, то вам придется, опять же, все эти тумблеры переключать. Я по своей наивности думал то, что как только я вот этот вот момент сохраню, я думаю, да, я сейчас вот с вами поделюсь, чтобы вдруг внезапно, если у вас будет проблема, что вы просто вот скопировали бы вот у меня, и с макойном бы прошли бы эту туры. Нет, нифига подобного. Второй раз у вас так просто тупо не прокатит. Возможно прокатит, но не в моем случае. Когда я выставил так же все тумблеры, все так же, ничего не получилось, результат был почему-то другой. Ну, опять же, Димон пришел, и опять же решил всю эту, собственно, задачку, там все это попереключал, все у него было хорошо. Так что, если вы будете решать такого типа задачки, если у вас есть кто-то, кто вам может, допустим, что-то подсказать, обязательно используйте данные подсказки по причине того, что некоторые люди думают по-другому. Если вы думаете, что эта задачка прям вообще нереально нерешаемая, скорее всего, придет другой человек, и за полминуты вам скажут, что на самом деле здесь все очень просто, и потом ты такой, аа, аа, так вот как это решалось. По персонажам тут они довольно харизматичные, тут авторы молодцы, довольно неплохо прописали у каждого лор. Если взять Эска, любителя собачьего корма, или Вилью, который ищет любви, скажем так, и спокойствия, про остальных персонажей я вам спойлерить не буду, потому что, ну, не хочу вам спойлерить, они вам попадутся на протяжении, как вы будете проходить игру. В игре, кстати, две концовки, и в зависимости от того, какие выборы вы будете совершать, такую, собственно, концовку вы и будете получать. Я могу предположить, что, скорее всего, в игре есть третья концовка, тоже в зависимости от ачивки, которую вы будете выполнять, там, связанную с радиацией. Так что основная моя подсказка, вам обязательно слушайте то, что сказано в диалогах, и обязательно читайте записки, и тогда вы сможете пройти дальше. Ну, и если вы вдруг внезапно думаете о том, что вы все никак не можете пройти дальше, обязательно пройдите по всем персонажам, и посмотрите, какие, собственно, диалоги вы еще не прочитали. Если диалог прочитан, он помечен крестиком. Это очень удобно, потому что в некоторые моменты появляются новые части диалога, и вы сразу видите, что этот диалог вы еще не скипали. За этот весь блок я поставлю 8,5 баллов. По сюжету здесь у нас так. 1975 год, и это у нас Финляндия. После того, как произошла крупномасштабная война, после бомбардировок, ядерных взрывов, то тут как раз-таки у нас получилась ситуация, что ядерные снаряды были сдетонированы, ядерные как раз-таки атомные электростанции были тоже взорваны, и вся вода, вся земля была пропитана радиацией, люди начали умирать, как мухи, дети рождались с мутациями, тоже умирали, и люди каким-то образом пытались соединяться в какие-то группы, общины, и пытаться найти какую-то еду, какие-то лекарства, и пытались, в общем-то, как-то выживать. Мы как раз-таки вот в одной из этих общин состоим, и наша задача найти напарника, которого послали для того, чтобы найти ядерный локомотив, который помог бы всем выжившим в получении электроэнергии. А этот самый напарник куда-то вдруг внезапно пропал, и абсолютно никак не выходил на связь, никто с ним связаться не мог, однако, он был на коне, у нас есть на полу различные отметины лошадиных копыт, и есть повязочки на уровнях, по которым мы можем понять, был ли здесь наш напарник. За этот блок я также поставлю 8 баллов. С графической точки зрения, игра не хватает звезд с неба, и она выглядит, ну, не то чтобы плохо, но и не сказать, чтобы особо хорошо. Опять же, тут, скорее всего, на все наложил отпечаток отсутствие большого бюджета, потому что это инди-игра, и в некоторый момент ты смотришь, и как будто, знаете, мыло мыльное, а с другой стороны ты смотришь, и прям такие, знаете, прорисованные задники, прорисованные глаза, и ты такой, ммм, да, действительно, тут постарались. В игре есть видео-вставки, довольно качественные, здесь также присутствуют анимированные диалоги. И вот как раз-таки тут я тоже могу немножечко докопаться, по причине того, что, ну, не сказать, чтобы они сделаны халтурно, но они сделаны довольно деревянненько. В чем это заключается? Когда вы смотрите на разговор двух персонажей, что один, ну, максимум чуть-чуть двигается, что второй чуть-чуть двигается, то есть это, знаете, как гибко, когда вот статичная фотография, вот у нее вот только рот вот движется, вот примерно здесь это так же выглядит, но со временем ты на это, собственно, не особо обращаешь внимание, и уже про это вообще забываешь. То же самое относится к озвучке персонажей, здесь нет английского языка, здесь вся озвучка на финском, что удивительно, и ко всему прочему, как я уже говорил, здесь у нас есть русская локализация, так что есть русские субтитры, и озвучка здесь максимально безэмоциональная. Так что тут даже можно предположить, в теории, что озвучка была сделана с помощью искусственного интеллекта, но, скорее всего, это не так. За этот блок я поставлю 7 баллов. На прохождение игры у меня ушло порядка 12 часов. Какой итог я могу вообще подвести по итогу? Я поиграл, я кайфанул. Да, действительно, мне понравилось, хотя у меня жопа нехило пылала в тот самый момент, когда я не мог пройти ту или иную загадку. Но как только я ее решал, или ко мне приходил Димон, эту загадку решал, я такой, да, да, мы прошли дальше. И тут, понимаете, одна загадка тянет за цепочку других, как бы, загадок. Если ты не решишь одну, ты не пройдешь, как бы, дальше. Правда, в начале из-за вот этих видеоставок меня немножечко подтошнило по причине того, что здесь показывали какие-то непонятные психотропные трипы нашего персонажа, и это выглядело, мягко скажем так, не очень лицеприятно. Так что, в принципе, игра мне понравилась. Общая оценка 7 и 8 баллов из 10. Игра максимум на один раз. Я очень сомневаюсь, что вы будете проходить ее второй раз, но, во всяком случае, первый, я думаю, вам запомнится. Ну, а на этом, наши дорогие друзья, все. Всем огромное спасибо за то, что вы посмотрели данные видеообзоры. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Всем удачи, пока, до новых встреч.